Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это свежий влог новостей The Isle of Rima. Но перед началом выпуска, как обычно, хочется выразить особую благодарность всем нашим донатерам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, в этом ролике мы поговорим с вами о некоторых вещах, которые я упустил в прошлом влоге новостей и не рассказал вам. А также мы с вами рассмотрим концепт-арт Мегалани, которую показали разработчики вов-дискорде, и рассмотрим модель Барионикса, представленную с некоторыми будущим скином. Итак, начнем. В этот четверг на официальном канале YouTube нам представили три ролика от разработчиков с гайдами обновления 5. Гайд на гнездование, систему постройки гнезд и ухаживание. Это, конечно, очень хорошо, но я прямо был удивлен тому, что они выпустили эти ролики спустя 3 месяца выхода. Кстати, на нашем канале в плейлистах гайда The Isle вы можете найти подробные гайды геймплея Эврима. Ссылки в описании. Разработчики решили улучшить игровые механики Дриозавра. Дать ему вторую жизнь, так сказать. Мы ведь знаем, что Дриозавр достаточно слабый динозавр в игре и не имеет пока своих уникальных способностей. Но Дриозавру к выпуску обновления номер 6 добавили улучшенную способность уклонения. Технически он теперь быстрее, имеет большую скорость, ловкость и особое уклонение от разных видов динозавров Эврима. С моей точки зрения Дриозавр будет жизнеспособным в игре. Скоро разработчики нам должны показать все эти нововведения вов-дискорде и на стримах. Помните, в прошлом выпуске новостей и как следует из месячного девлога я рассказал, что многих динозавров уже перенесли с версии Legacy в разработку Эврима со своим необходимым игровым кодом и файлами. Так вот, перечислю вам динозавров, которые уже точно известны. Диаблоцератопс, Галлимимус, Ородромеус, Камарозавр, Авацератопс, Трицератопс. Скажу сразу, для всех них создаются свои уникальные новые анимации и способности. Взглянем на рендер, модели и рендер скина Барионикса. Во-первых, я буду говорить о своих мыслях, что я думаю обо всем об этом. Ну а вы также пишите в комментариях. Рендер скинов. Как по мне, базовый скин, если это он, выглядит впечатляюще. Сочетание серых-коричневых оттенков и освещение, которое ярко выражает все оттенки, прекрасно. Рендер модели. Здесь есть у меня некоторые, на мой взгляд, недостатки. Во-первых, шипы, как по мне, на его теле можно было бы увеличить. Это дало бы особую изюминку ему в игре. Увеличенные лапы и когти тела, втянутая шея и уменьшен размер головы. Напоминает дракона. Но сразу определю, что это не конечная модель. И я могу быть неправ с точки зрения научной достоверности. Конечно, напрямую Барионикс, древнегреческого, как и переводится, тяжелый коготь. Но здесь преувеличена явно длина когтей и масса тела. По сути, Барионикс весил по разным данным от тонны 200 до 1,5 тонны. Но здесь он прибавил еще массу в 1,5 тонны и достиг 3. Этакий массивный качок. Приступим к последнему. Концепт Мегалания. Много разговоров мы уже о ней вели на стримах и роликах. Мегалания в длину 7 метров. Вес 600-700 килограмм. Крупнейший из известных науки наземных ящериц, относящихся к семейству варанов. Начав свой период жизни 2,5 миллиона лет назад и закончив его примерно 40-45 тысяч лет назад. Оно имело тяжелое тело, мощные конечности и большой череп. Челюсти составляли полными зубчатыми, напоминающими лезвие, зубами. Мегалания предпочтительно селилась в травянистых саманах и разреженных лесах, где охотилась на крупных млекопитающих. На мой взгляд, данное существо не вписывается в игру про динозавров, но здесь и так будут люди, собственный лор, и это немного разнообразит геймплей. Особого что-то ждать от мегалании в Эврима не стоит, но давайте предугадаем все ее будущие способности, следуя к концепту. Мегалания убивает ЕС человека. Однозначно это показывает нам масштабность и объем существа. Посмотрите, насколько она больше этого человека. И игроки, возможно, будут беспомощны против этого гигантского барана. Мегалания само по себе тяжелое существо, но она будет иметь способность кратковременного всплеска быстрого спринта или бега, что позволит догнать такого динозавра, как Тенонта, и свалить его на землю, схватив челюстями полных острых зубов. Мегалания сможет легко плавать по рекам и озерам и даже на некоторое время задерживаться на дне под водой. По мне, хорошая фича. Мегалании смогут пробираться в подземные норы некоторых динозавров и застать их там врасплох. Еще классная фишка древней ящерицы. Обратите внимание, мегалании смогут легко взбираться по деревням, но только это громоздкая ящерица. И поэтому только младшего возраста, скорее всего, джувы смогут взобраться на дерево за жертвой. Поэтому, став адолтом или сабом, вы утратите данную способность. Мегалания, вероятно, будет обладать инфекционирующим укусом, что позволит укусить жертву и просто дожидаться момента, когда противник начнет терять силы и свалится с ног. Надеюсь, что данный небольшой новостной блог The Isle of Rima вам понравился, и ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и нажмешь колокольчик. Всех жду всегда на наших стримах. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok